приветствую друзья вы на канале hard sound меня зовут кирилл и это новый выпуск кочемелых ручек-дрючек сегодня наша задача закончить сборку лампового гитарного усилителя хаоса который нам прислал алексей санкт-петербурга в виде кита набора для самостоятельной сборки за что ему еще раз большое спасибо значит что мы сделаем у нас печатная плата готова нам нужно скоммутировать трансформаторы выходной трансформатор силовой трансформатор включение-выключение питания стендбай и выход на динамик дальше нам нужно будет настроить режим работы выходного каскада с помощью подстроечного резистора и проверить как все это дело звучит ну что поехали для начала соединим накал ламп проводом из комплекта провода лудим с канифолью после чего согласно схеме подключаем трансформаторы выключатели и джек для динамика и 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот тут у меня за кадром случился небольшой фейл. При включении питания у меня задымился один из электролитов. Хорошо успел убрать питание. Из-за невнимательности я перепутал местами два конденсатора. И в итоге маленький электролит на 63 вольта принял на себя 300 вольт анодного питания. Но я обиделся, надулся и слегка пригорел. Так что, друзья, и со старухой бывает порнуха. Будьте крайне внимательны и проверяйте 2-3 раза, что и куда вы припаяли. Благо в инструкции все указано. Просто следуйте ей, и все будет хорошо. И еще один важный момент. Такой запуск на столе лампового оборудования крайне опасное занятие. Поэтому все-таки сделайте хотя бы из картонки панельку для выключателя, чтобы оградить руки от высоковольтных контактов. Подключаем динамик на 8 Ом. Помните, что усилитель нельзя запускать без нагрузки. Запускаем питание и любуемся накалом. Теперь включаем анодку. Нам нужно, чтобы на этом резисторе было 15 милливольт постоянного напряжения. Это регулируется подстроечным резистором. Теперь можно проверить, есть ли звон. Как слышим, он есть и все регулировки работают. Настало время теста. Итак, друзья, давайте тестировать, что у нас получилось. Как мы будем это делать? Во-первых, очень осторожно, потому что, как видите, куча открытых контактов. Можно случайно влезть пальцем и получить удар током, чего, честно говоря, не хотелось бы. В качестве гитарного кабинета будем использовать мой старый комбик. Это Yerasf GTA 40. Деланы-переделанные. Ну, нам от него нужен только корпус, коробка и динамик Selection. Будем играть напрямую через две прямочки. Это Boss SD-1 в качестве игрелки, японский Boss. И мой Warwar Perun в качестве полноценного дисторшена. Это в гитарный вход. Но, так как у нас есть линейный вход, то у нас появляется возможность использовать внешние предусилители. Это будет SLD от R&R и Engel E530. Ну, и будем использовать три гитары. Как на чистом, так и на перегрузе. Снимать сигнал я буду микрофоном Octava MK319. Это конденсаторник. Он очень широко снимает, шире, чем обычный динамический микрофон. Что для маленького комбика, я считаю, даст лучший результат. Ну, мы сильно громко комбик делать не будем, поэтому я не думаю, что мы его сможем перегрузить. Ну что, поехали? Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Итак, друзья, что мы имеем в итоге? Как по мне, получился отличный ламповый усилитель. Мощность 3,5 Вт, то есть достаточная для того, чтобы дома хорошенько пожужжать, испугать котов, но при этом не вызвать соседей и ментов. То есть это громкость, при которой мы можем прилично задрайвить оконечник, получить ламповую настоящую компрессию, но при этом не оглохнуть. А в маленький кабинет с одним 12-дюймовым динамиком это звучит великолепно. По поводу коммутации. Тут есть гитарный вход и линейный вход. В гитарный вход педали, блин, офигенно звучат, что босс отлично драйвится, что дисторшн перун, то есть такое ощущение, что этот усилитель сделан, создан специально для того, чтобы его драйвить какими-то педалями, потому что ручка громкости, она же ручка гейна чистого канала, позволяет их прилично приукрасить, скажем так, облагородить транзисторный звук. Но при этом на чистом звуке, вы слышали, это супер звучит и на карвине, и на фарбе с активным датчиком СМЖ на минуточку 81-м, ну и в низком строе, в дроп-Се, на дине тоже отлично отрабатывает и бриджевый, и нековый датчик. Мне очень понравилось. Мастер громкость, на самом деле здесь супер удачное решение, то есть разделение мастер громкости и громкости чистого канала, то есть можно гейн выставить на максимум, получить практически такой овердрайв, ну с мощными датчиками получается хороший овердрайв, но при этом громкость будет такая, какую вы выберете для себя, это здорово. И наличие линейного входа здесь решает, если у вас есть предусилители транзисторные, те же МТшки или Ерасов, или такие ламповые, то вы можете использовать этот усилитель в качестве просто усилителя мощности. То есть я подключил и SLD, и Angle, они отлично звучат в этот оконечник. Мне очень понравилось. И регулировка Presence, я за кадром ее покрутил, это не тот Presence, который ставят обычно в темброблоке, это Presence в оконечнике, то есть он на максимальной громкости, ну близкая к максимальной, начинает себя очень хорошо раскрывать и позволяет общую яркость усилителя отрегулировать под ваши задачи. А что по поводу самого Кита, есть ли смысл его покупать? За 7000, ребят, я думаю, да, 7000 это не такие большие деньги. То есть вы получаете печатную плату, все детали, инструкции, садитесь и пояйте. Собирается, в принципе, все это за вечер. Главное, будьте внимательны и делайте все по инструкции. Но, как Алексей уже писал и на форуме, и мне в письме, что можно на самом деле этот кит и не покупать, и у него есть вся информация для самостоятельной покупки всех деталей, изготовления печатной платы. То есть вы можете просто себе список распечатать, где-то заказать и собрать все это самому. Но придется делать печатную плату, поэтому тут уж смотрите сами. Честно говоря, если особого опыта нет, лучше купите кит-набор. Но это только мое мнение. Мне так было проще на самом деле. Чем я делал бы печатку, все эти детали собирал. Ну что, друзья, пишите в комментариях, что вы думаете, понравился вам звук или нет. На самом деле, я думал, что в этот кабинет будет звучать хуже, потому что я не очень люблю маленькие открытые кабинеты с одним динамиком. То есть, как правило, на легком перегрузе, на чистом, все это звучит хорошо. Но на хайгене лично мне обычно не хватает низких частот в районе 100 Гц, которые обычно бывают в больших кабинетах. 2.12 закрытые, 4.12. Но я уже послушал, что записалось. В принципе, это звучит очень здорово. Есть, конечно, какой-то коробочный такой эффект за счет маленькой коробки, маленького одного динамика. Ну, не маленького, но одного. Но, в принципе, вот эта октава здорово снимает. Получается, хоть и серединистый, но очень плотный и раскрытый звук. Мне понравилось. В общем, пишите в комментариях, что думаете. Алексею еще раз большое спасибо за такой подгончик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и заходите в группу Харсуан Вконтакте. А с вами был Кирилл. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok